Как получилось, что тебя обижали? Да, почему-то остановился. Я просто сыграл невнимательно. Я думал, мяч уходит на футболе. Я думал, это не прокат. Пропустили гол. Да, это моя ошибка. Мне очень жаль, так что так получилось. К сожалению, футбол стоит из ошибок. Сегодня ошибка – это я решил исходить матч. После такого поражения можно говорить, что уже почти шансов нет на выход плей-офф Лиги Европы? Только остается за Лигу Конференции при третьем месте, конечно. Соперники, конечно, сильные. В топом матче должны были брать очки. К сожалению, не идеальные. Повторюсь, что в футболе все возможно. Выходить на поле, думая, что уже все закончено, и будем бороться за Лигу Конференции – это неправильно. Это не отвечает амбиции спортсменов. И в этом нет смысла туда вообще выходить на поле. Зачем? Хорошие соперники, сильные. Мы так, к сожалению, играли эту игру. Но впереди интересные матчи, которые будем готовиться и пытаться выиграть. Что с командой произошло во второй половине второго тайма? Ничего не произошло. Да, были ошибки, были моменты, которые мы могли использовать. Было больше моментов, хотя там один момент был, до штанг попал соперник. Но повторюсь, что решила ошибка моя голевая, которую мы посетили. Голевая ошибка, которая решилась в этот матч. Согласен с трибунами, что сегодняшний матч – это позорище? Ну, эти трибуны могут говорить свое мнение о нас. Каждый может выражать. Все будет хорошо. А что сказал Витория после поражения? Ничего, завтра будет разговор. Мы будем общаться, будем разбирать. Ты слышал то, что трибуны кричали, и это продолжается уже не первый матч? Как на это реагировать в команде? Может, вы пойдете на какой-то контакт? Что нужно сделать? Мы всегда готовы на контакт. Наша задача – выходить на поле, тренироваться, играть. Если болельщики встретятся, они прекрасно знают, как это сделать. И точно не умея спрашивать, можно ли встретиться или нет. Мы не бежим. Понятное дело, проблема большая. К сожалению, такой результат – наша задача только на поле. Олегия вообще чем-то сегодня удивила? Она выиграла. Понятное дело, что… Я повторюсь, моментов было у нас больше. Были ошибки у вратаря, которые могли привести к взятию ворот с нашей стороны. Но, к сожалению, ошибка оказалась в одной застой минутке, которая привела гола. И счет вставать – ноль. Исправиться там времени практически не было, там осталось две-три минуты. Поэтому такой результат. А если… Да, если разбирать голевой эпизон, что скажете о нем? Ну, я повторился, что сыграл невнимательно. Я думаю, мяч уходит. Мяч не ушел. Побежал за игроком. Ну, там, покрытие расстояние было тяжело. Но он сыграл очень хорошо. И в итоге гол. Все очень просто. И внимательность. Ну, столько моментов. Казалось, что до 60-х минуты команда как остановилась. Что произошло? Ну, я в игре это не почувствовал. То, что мы там на 60-х минут остановились. В принципе, в том моменте, где я уже думал, что мяч уходит, я хотел взять, похватить и побежать в контратаку быстро. В итоге гол закончился. А завтра разберем, я не знаю. Мне не показалось, что мы остановились. Сослан Гатагов сказал то, что ему несколько игроков Спартака говорили, что это были самые легкие сборы в их жизни. Летние, с Руем. Ты можешь подтвердить или опровергнуть? Твое мнение. Для тебя какие были сборы? Это люди, которые посторонние от клуба. Я не знаю эту информацию. Я проходил сборы. Сборы отличные. Давайте открутим уже. Все хорошо. Давайте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.